Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Игорь Анатольевич Яшин, председатель комитета по городскому хозяйству и городостроительной деятельности Рязанской городской думы и директор городской управляющей жилищной компании железнодорожного района города Рязани. Здравствуйте, Игорь Анатольевич! Насколько я знаю, на прошлой неделе у нас прошел комитет по городскому хозяйству и городостроительной деятельности. Скажите, пожалуйста, какие вопросы там рассматривались? Ну, там рассматривались вопросы непосредственно связанные с жизнедеятельностью города. Это, прежде всего, пуск тепла, это работа муниципального государственного центра КВЦ, это определенные территории, где у нас прошли пуск тепла, не совсем хорошо как бы был произведен. Дальше у нас были переименования определенных территорий города Рязани, поскольку у нас еще по городу строительной деятельности, и предложение по наименованию также улиц, которые будут строиться вот у нас в плане строительства. Но первые три вопроса были главными, естественно. Скажите, пожалуйста, какие проблемы у жителей Рязани возникают с КВЦ? Ну, проблемы там возникают такого характера, что при опробовании, можно так говорить, новой программы «Абонент плюс» возникают сбои в приеме платежей, и жители недовольны, звонят в комитет, не только звонят, но и пишут письма. Поэтому мы хотели все-таки выяснить, в чем там причина, и поскольку это жизневажная функция в город, городского хозяйства. Поэтому была организована рабочая группа в составе пяти депутатов, которые произвели желание выяснить, в чем же там все на самом деле происходит, которая вот уже с понедельника начинает работу свою по выяснению причин, которые являются неудобствами, вызывают неудобства для жителей города. Я думаю, когда мы закончим работу в этом направлении, мы доложим и комитет доложим, и городской доме, ну и общественности. В начале октября в нашем городе был дан пуск отопительному сезону. Пора горячая во всех смыслах этого слова, как для жителей города, так и для управляющих компаний. Мы все хотим, чтобы у нас поскорее стало тепло. У вас часто возникают какие-то с этим проблемы. Вот как в общем по городу прошел пуск отопления, и были ли какие-то сложные моменты? Я понял. Я могу сказать, что пуск тепла – это всегда такая трудоемкая и ответственная работа, и поэтому все службы города, управляющие компании, станции тепловые, они работают в особом режиме. У нас существует график подачи тепла. Но чтобы жители знали, мы пытаемся объяснить всегда, что этот график не означает, что тепло пришло в дом, и тут же стало везде температуру соответствовать не ниже 18 градусов. Это невозможно по техническим причинам сделать. Поэтому у нас согласно графику тепло подается на дом, дальше это тепло принимает управляющая компания и, соответственно, распределяет ее по стоякам. Постоящее регулирование идет у нас по домам. И вот тут, поскольку мы не можем затягивать процесс, и ясное дело, что не все стояки прогреваются равномерно, во многих скапливается воздух, естественно, там тепла нет в отдельных квартирах, мы переходим на другой дом, поскольку надо его попустить и другой дом успеть. Как можно, у нас 8 дней, кажется, давалось по графику. Вот после этого, когда теплоноситель был подан на дом в таком варианте, происходит уже постоянное регулирование. Слесарь ходит, слесарь и бригады, которые закреплены за определенными домами, ходят по квартирам и стравливают воздух из вышестоящей точки, будь то в квартире, будь то на чердаке. Вот это здесь очень трудоемкая такая работа. Но, к сожалению, бывают такие моменты негативные, когда мы пишем объявление о том, что всем надо быть дома, их или хотя бы проверить состояние, бывают такие моменты, что включают, когда мы включаем, то там при осмотре, мы делаем осмотр, и там каких-то врезок лишних нет. Но бывает так, что умельцы находятся, кто батарею снял, кто-то там кран врезал, и тут бывает залитие. Поэтому еще раз хотелось бы обратиться к жильцам, чтобы были аккуратнее, осторожнее, и все эти врезки, все эти новшества, они только выполняли после заявки на управляющую компанию, чтобы мы знали, что там происходит. Но в этом году, как никогда, у нас очень удачно все прошло с пуском тепла. Особенно я хочу сказать про нашу управляющую компанию жильцам Дорожного района. Залить, как правило, у нас не наблюдалось. И мы вовремя успели стравить воздух, и потом еще температура соответствующая. Окружающая среда была не низкая. Это тоже немаловажный фактор при пуске тепла. И я думаю, что таких особых нареканий у нас нет. Ни в комитете, ни в городской управляющей компании Дорожного района. Но еще раз хочу сказать, что это очень ответственные моменты в работе любого ЖЭУ, в любого управляющей компании. Поэтому в этот момент у нас назначаются дежурные. Мы работаем в низокосмен, чтобы как можно быстрее пустить тепло. Но как только тепло подано, то там, где у нас есть заявки, что холодновато, мы выходим из комиссии, замеряем температуру воздуха. Если там недостаточно меньше 18, а в угловых меньше 20, то тогда делается перерасчет. Мы вызываем комиссию, актируем все это, и на теплосеть нашу направляем этот акт. И тогда на следующий месяц делается перерасчет. Скажите, каким образом нужно вести себя жильцам домов, допустим, если отопление дано, у нас, кажется, в начале октября давалось, ну, допустим, с 8-го числа, но тепло в квартирах стало, и вообще какой-то процесс пошел, допустим, 10-го или 11-го числа. В любом случае, в фиксации того, что отопление недостаточно, и документом, подтверждающим недостаточность отопления, является акт о температуре внутри квартиры. Поэтому делается заявка, можно по диспетчерской позвонить, можно прийти, сделать заявление в письменной форме. После этого мастер и слесарь выходят на место, замеряют присутствие заявителя и смотрят, если есть 18 градусов, то перерасчет здесь по всем законам не положен. Если же ниже 18, то составляют соответствующие акты, перерасчет делается уже на следующем месяце, в следующий месяц текущего периода. Вот таким образом только мы можем говорить о том, что можем сделать перерасчет. Но бывают такие моменты, что они, ну, по жизни от них никуда не спрятаться, когда недостаточное давление на вводе в дом, недостаточная температура приходящего теплоносителя. Тогда акт составляет уже непосредственно управляющей компанией в присутствии теплосети. И здесь уже перерасчет за счет виновной стороны. Вообще городское хозяйство, особенно тепловые, эти все наши процессы, это сложные такие моменты. Они зависят еще от того, что теплоноситель достаточного качества. Но дом старый, он пропускает тепло, крыши тоже старые от времени. И тоже этот момент, не надо забывать о том, что, поэтому, когда мы смотрим график капитального ремонта, то мы ждем как бы быстрее, чтобы он был не в 1937 году, а, естественно, в 18-19, поскольку дом уже требует. Поэтому вот эти моменты связаны с тем, что дома старой постройки, они, как правило, у них требуется больше теплоемкости для того, чтобы утопить этот дом. А вот в железнодорожном районе, вот в вашей, да, управляющей компанией вы обслуживаете дома. Можно выделить, по большей части, это новые, старые? У нас в основном старые дома, новых домов у нас практически. Ну, какой новый дом? Если, допустим, он, ну, даже трудно сказать, ну, 10 лет там последний дом, он как бы считается новый. А все остальные дома ваши с 19 века есть такие. То есть дома, которые построены в социалистическое время, и четвертоэтажки, и двухэтажки, и старый фонд. Вообще у нас очень сложный жилищный фонд, и я хочу сказать большое благодарность жителям, которые, понимая это, мы с ними находим общий язык, составляем дополнительные сметы затрат на их ремонт. И только после этого мы восстанавливаем то, что уже временем обвешало. Поэтому дома у нас довольно-таки старые, и много капитального ремонта проводится на нашем фонде. И контролируем мы его тщательно, поскольку эти деньги, один раз полученные жителями, они уже, следующий капитальный ремонт будут уже, наверное, без их участия. Поэтому мы очень внимательно относимся к тому, как расходуются средства про капитальный ремонт, и качество капитального ремонта. Жильцы нам доверяют, выбирают нас уполномоченными представителями в этом процессе уже несколько лет подряд. И мы в этом заинтересованы, поскольку нам же эксплуатируют эти дома, и мы ответственны перед жильцами. Если мы сейчас пропустим какие-то моменты, то потом скажут, тогда зачем нас выбирали как представители, а вы невнимательно смотрели. И тут уже будет нелицеприятно для нас. Поэтому мы стараемся очень тщательно смотреть за капитальным ремонтом. Последнее время в интернете иногда можно увидеть какие-то статьи, отзывы по поводу работы. Вашей управляющей жилищной компании не всегда лицеприятные. В связи с чем они появляются? Как вы на них реагируете? Есть ли там какое-то рациональное зерно? Ну, лично про меня в последнее время в средствах массовой информации и в интернете я это считаю проплаченной какой-то акцией, определенными лицами с определенной целью. Но я на это внимание не обращаю, поскольку мне некогда обращать это внимание, поскольку у нас сейчас пуск тепла и серьезный жилищный фонд. Ну, а качество и тех, кто этим занимается, пусть останется на их совести. Ну, а качество нашей работы, вот можно судить по благодарственному письму представителя регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Васильевич Фомина, он же является нашим спекером нашей думы областной. Это как раз-то говорит за то, как мы работаем. Наша компания работает, как директор работает, как депутат работает. Поэтому объективно вот так. А все остальное – это уже издержки нашей, я скажу, свободы СМИ. Сейчас, с наступлением холодов, скоро выпадет снег. Какие задачи перед вашей управляющей компанией стоят на данный момент? Мы, в общем-то, готовимся к самому главному ответственному периоду прохождения зимнего периода эксплуатации, поскольку перепады температур, это может быть и очень низкая температура, и, к сожалению, высокая температура, плюсовая. Вот перепад температуры очень влияет на образование наледи, образование гололедицы. И вот это наша сейчас главная задача, чтобы обеспечить безопасность проживания жильцов. Потому что у нас не секрет, у нас может в январе месяце и в феврале месяце образовываться сосульки, которые… Можно как угодно хорошо работать, но, не дай бог, если будет что-то с травмой связано, все перетерпит всю работу. Поэтому у нас очень много средств тратится на… Мы вышки заказываем, мы альпинистов заказываем работу, мы привлекаем дополнительные какие-то средства. Поэтому сейчас к этому не то что готовимся, мы готовы, но, в общем-то, с одороганием дома, как у нас будет январь и февраль. Ну и дальше мы сейчас говорим о том, что даже в период прохождения топительного сезона мы уже планы верстаем по подготовке к следующему сезону ремонтных работ. Ну и сейчас, естественно, в связи с тем, что у нас есть программа «Комфортная среда», которая финансируется определенным образом, но все-таки, чтобы эта программа не только работала на собственные средства, мы пытаемся и в рамках своих возможностей благоустраивать дворовые территории, благоустраивать определенные проезды. Вот вы уже говорили по поводу взаимодействия именно жильцов и управляющих компаний. Насколько оно у вас налажено и как выстраиваются отношения жильцов? Знать эти отношения выстраивались довольно-таки сложно, поскольку жильцы привыкли в определенный период нашей исторических деятельностей, что кто-то им что-то должен. Вот они дали кто-то прийти и сделать. А то, что на это средств нет, никого не интересовало. Это трудный был процесс, но сейчас у нас есть понимание в этом деле, и мы собираем совет дома, приглашаем на беседу, даем калькуляцию затрат, смету составляем по состоянию дома и говорим, вот, пожалуйста, три варианта. Вот при этом варианте, при оплате вот такой-то, мы сможем сделать больший объем. При средней оплате вот такой объем, ну а уж если минимальный, как бы меньше нельзя, вот такой. Поэтому выбирайте из трех вариантов. Но, как правило, мы находим общий язык и все-таки где-то на второй смете останавливаемся, ее исполняем и потом докладываем, что сделано. Без привлечения определенных средств невозможно старый жилищный фонд, в котором он сейчас находится в состоянии, его восстановить. Но мы, очень у нас было трудно с кровлями, но сейчас у нас, так вот, мы все-таки вышли из положения, хотя бы в один-два слоя кроем, вот, сами, своими силами. Но потом, вы знаете, у нас сейчас и плотникам все по 60 лет, по 50. К сожалению, молодые люди к нам не приходят в нашу отрасль. И вот сейчас я опасаюсь, что через несколько лет мой возраст, как говорится, освободит место другим. И там дальше кто будет работать? Мы не растим кадры в нашей отрасли. Это плохо. Что ж, Игорь Анатольевич, спасибо, что сегодня нашли время к нам прийти. Мы желаем вам успехов в вашей нелегкой работе. Спасибо. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Нашим телезрителям мы желаем всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!